Добрый день дорогие друзья, гости, подписчики. С вами Ярослав ЛПК Аленка. Вот хотела показать, у меня заложены яйца в инкубатах мускусных уток. Мускусные утки у нас начали нести 31 декабря. Мы, конечно, до этого не ожидали, не подготовились. Некоторые как раз были морозы, может некоторые я яйца забирала, но все равно, может быть, какие-то подморозились. Вот результат. Мы яйца собирали, набрали 51 штуку. Вот 51 штуку. Заложила в 19-15 закладка. Так, и заложили какого числа? 21-01. 21-01. Влажность 80%, температура 378. Так, вот 16 дня, 7 февраля у нас авоскопирование должны и начать опрыскивать. Два раза в сутки. А с 20-го дня, это будет 11-го февраля, три раза в сутки будем опрыскивать. Вот, я прошло 10 дней. 3-го числа. Посмотрела. Даже второго, вот видите, второго. Сделала контрольный авоскоп, проверила все яйца. Оплот был 29 штук. Ну, может, я не знаю, там желток виден. Ну, я как бы рано, 10 дней было. Еще ждем неделю, посмотрим. Но 29 яиц, они развитие пока, как бы, они не пустые, там желток есть, но, сами понимаете, яйца скруло потолстое, темно и как бы плохо видно. А 22 яйца прекрасно идет развитие. Вот. И вот я записала 7-го. Будем проверять, что и как. Вот. Вот у вас наш инкубатор. Температура 3,79. Она немножко сейчас повысилась. Я где-то полчаса назад переворачивала яйца. Вот. Вот у многих слушала, что водоплавающих, водоплавающих желательно раскладывать лежа яйцам. Честно говоря, они, я пыталась их поставить, если куриные ставятся. Правда, я когда в своих пекинах и башкирах яйца выводила, я, конечно, их ставила, у меня получилось. Сейчас у меня, честно говоря, ничего не получилось поставить. Я намучилась, плюнула и оставила лежа их. Вот. Вот это у меня отложенные яйца, которые прекрасно идет развитие. Вот это яйца я разделила, которые мне как бы пока непонятно, идет там развитие или не идет. Открыли температуру. У нас инкубатор самый дешевый. Нет смысла, вы, если собираетесь заниматься птицеводством, вы сначала не покупайте дорогое. Купите самый дешевый. Они прекрасно, нормально. Вот мы попробовали дешевый, купили самый дешевый. Прекрасный и для новичков, и для всех, кто уже давно, как бы, яйца куриные, перепелиные все у нас вывелись прекрасно. Башкирки, пекинки, курочки свои. Все прекрасно выводятся, легко в обслуживание. Никаких проблем с ним нет. Здесь есть, видите, ну это мы вот эту сняли просто, как тут, подключали летом, в прошлом летом, когда выводили яйца, подключали аккумулятор. Он вот почему-то не работал. Сняли, а там просто проводок плохо был подсоединен к клемме. Ну и сейчас просто пока никогда было поставить. Может поставить. То есть, а 220 идет. И плюс, если выключается электричество, можно, ну, надо подключать к нему сразу, когда вот вы все включаете, сразу надо подключать аккумулятор автомобильный. Потому что он под зарядку и сразу идет вот 220. Вот у нас я закрыла, видите, изолентой, чтобы не отвечаем на сцену или снах они бы дернулись. Заизолировала. И дело в том, что, сразу скажу, аккумулятор не подзаряжается от него. Но если выключается свет, автоматически включается аккумулятор. Вот. Мне дали другого хозяйства еще 10 яиц. У меня всунуть их сюда не получилось. Я подложила под уток. Утки прекрасно у нас, мустошные, их приняли. Все под себя переложили. Я положила рядышком. После, через полчаса пришла где-то все яйца, они под себя подложили, перекатили. Яйца приняли прекрасно. Под уток. Эти яйца все я обрабатывала, потому что они были как бы, ну, грязноватые такие. Ну, более-менее, но я обработала по совету. Одного блогера, я ее слушала, ссылочку я ее оставлю под видео. Она, как бы, я поняла, уже давно занимается, у нее образование есть соответствующее. И вот по ее совету, что яйца я обрабатывала 9% уксусной эссенцией. То есть закладывала 3 минутки и вынимала. Ну, вот посмотрим. В прошлый раз я башкирок, пекинок выводила, и наши, как бы, курицы я не обрабатывала яйца. Ложила прямо так, как они есть. Ну, вот эта партия, это наши, от наших уток мускусных яйца. И штук 30 у нас лежит еще под самими утками. Яиц нанесли много, хорошо. Ну, вот посмотрим, что будет. Следите за нашими дальнейшими действиями, что тут будет с инкубатором. Получается, 7-го числа я засниму видео, как и что у нас тут идет развитие. Это 100% идет и прекрасно развитие. Но вот что с этим будет, вот это вот я буду снимать. Все, спасибо за внимание. Пока-пока. Так, еще, дорогие друзья, хотела сказать, что этот инкубатор называется инкубатор Блиц Нурма. Он поворотный механизм. Просто я отключила поворот пока, они потому что лежат, я переворачиваю вручную. Вот. В нем я выводила куриные яйца, вы, наверное, видели, можно посмотреть видео у меня. О том, что я закладывала, просто как раз вот здесь вот коробочка, вот вставляется коробочка из-под яиц. И в них только в ней, ну, вот такие бумажные, картонные. В них я делала снизу дырочки, вставила. И прекрасно вот так вот, раз, два, три, четыре, вот так вот, сколько это у меня коробок было. И они прекрасно все яйца вылупились. Только три яйца не вылупилась, остальные все вылупились. Еще, по поводу того, что я говорила вот сейчас, что уксус инсенции, то составляла раствор на три литра воды, 50 грамм 9-процентного уксуса. 50 грамм, то есть стопочку на три литра воды. Получается такая растворчик, в него закладываем яйца, держим три минутки, вынимаем, сушим, ну, сушим на полотенчике, и после этого мы закладываем, ну, только, конечно, после того, когда яйца прогреются при комнатной температуре, и вода должна быть тоже такой же комнатной температуры. И после этого мы, когда яйца высохнут, мы их закладываем в инкубатор. Вот, видите, вот такая вот у нас, в этот раз я положила первый раз яйца дезинфицированные. Ну, как бы, продезинфицировали. Посмотрим, что из этого будет. Ну, были сильные морозы какие-то, подмёрзли какие-то, может, не оплот, я не знаю. Яйца это у нас 50 штук, здесь закладка не вся была. Вот до 23-го, ещё плюс 20 яиц у нас заложены под утки. Получается, у нас 70 яиц здесь снесли, они за 23 дня, за 24 дня. Вот, уточек я уже показывала, можете посмотреть у меня на видео, какие у нас уточки. Чёрные, ну, белые у нас ещё несутся. Белых уток я яйца вот с другого хозяйства взяла. Но я их не обрабатывала, потому что мы там были, это наши знакомые, у них всё чисто, порядок, и поэтому, как бы, ну, я не стала обрабатывать, потому что я знаю, что у них никто ничего, никем не болеет. Всё, продолжение следует. Дорогие друзья, гости-подписчики, вот решила заснять небольшое видео, провископировать яйца утины, мускусные утки. У меня в данный момент лежит под утками. Три утки сидят на одном гнезде, как я уже говорила. Сели они у меня, начали садиться с 15-го числа, и уже три капитально усели с 18-го числа. Достала я два яйца из-под них. Дали они, конечно, неохотно, но дали. Вот, смотрите, одно яйцо, видите, какое? Вот, камера воздушная какая хорошая. И идёт развитие, видите? Это одно яйцо. Второе яйцо. Вот. Ну, видно, что там началось развитие. Вот, а вот, вот видно, наверное, отсюда. Вот оно, вот это вот. Ну, что-то, который... Вот, вот сейчас видно такой крестик. Вот он, крестик. Видно? Вот, вы видите? Это начинается раз сосуды. Но это может... Это яйца те, которые я положила покупные, скорее всего. Потому что я их заложила... Сейчас посмотрю, какого времени. Эти покупные яйца я заложила 31 января. Соответственно, видите, там видно немножечко, оно ещё пока плохо. Но развитие идёт. Яйца живые. Это у меня яйца под утками. У меня в инкубатор они влезли. И покупные яйца я положила. Получается, ещё осталось дни 11, и птенцы начнут вылупляться. Дальше. Вот, хотела показать в инкубаторе. Мне, конечно, через 2 дня надо будет их доставать, проверить. Но я хочу пока уже сегодня проверить, потому что там уже всё видно. Вот эти яйца, видите, вот. Это яйца в инкубаторе. Ну, что-то вот это плохо развивается. Не знаю, по-моему, оно, наверное, остановилось в развитии. Посмотрим. Следующее яйцо тоже вот что-то начало развиваться. Это яйцо идёт. Развитие прекрасно. Вот, видите. Вот так. Это яйцо идёт. Ну, и те, может, будет хорошо. Посмотрим. Это зимние они у нас. Вот здесь тоже что-то непонятно. Вот это я, наверное, сейчас сразу же бракую. Мне это не нравится. Там что-то непонятное. Это уже нехорошо. Мы вскроем и посмотрим, что это такое. Там что-то какое-то нехорошее. И посмотрим, какое-то число было у нас. Так. Давайте-ка ещё достанем. Ещё достанем. Вот это и идёт развитие прекрасно тоже. Видите, хорошо развивается. Воздушная камера. Вот это вот хорошо. Видите, сосудики там. Так. И сейчас покажу. Так. Ну-ка, которую я отложила. Сейчас покажу. Вот уже идёт развитие. Видите, хорошо. Ну, посмотрим дальше, что будет. Сейчас я возьму яйцо. Дорогие друзья, продолжаем раскопировать мускусных уток яйца. Я перед этим у меня было заснято, что у меня 30 яйца где-то сложены были отдельно. Потому что только 32 яйца, что ли, были некачественные. Ну, и развитие не пошло или пошло, остановилось. Но они, скорее всего, были подморожены. Прошу прощения. Сегодня как бы 15 дней, не 16. И завтра как бы надо было. Ну, уж сегодня я просто начала, не завтра никак. Я это дело сделала сегодня. Все яйца, которые 21 яйцо здесь лежало. Одно яйцо мне не очень понравилось. Вот. Я его сейчас фонарик выключу и покажу. Переложила я вот в такие коробочки. Потому что вручную у меня сейчас, они у меня лежали вот в таком положении. Я вот так вот переворачивала. Сейчас у меня времени будет занимать. Некогда будет заниматься. Я включаю поворотный механизм. Воду я там подливаю. Всегда следите обязательно, чтобы была вода. Потому что вот завтра, ну, сегодня вечером я начну опрыскивать. Вот. И с завтрашнего дня буду начинать проветривать. Напроветривать утро-вечер у меня время будет. Один у нас дела. Некогда будет этим заниматься. Вот. Сейчас выключаю фонарик. Вот яйца я вынула. Они яйца я разобью. Посмотрим, что там. Как бы они, ну, их можно использовать, конечно, не в еду. Ну, а положить в холодильник и отваривать собакам, уткам, курам, добавлять в еду. Они не вонючие. Они как бы нормального состояния. Так. Сейчас выключаем фонарик. Смотрим яйцо. Вот видите, вот это яйцо из 21 штуки, которые лежали у меня в этом, как бы, качестве. Ну, вот что-то пошло и что-то становилось в развитии. Я его вынула. Так. А внутри по 13 номерам. Я не суеверная. Но вот номер 13. Так. Следующее. Вот я беру из коробки, которую в нормальном состоянии. Видите? Смотрите. Воздушная камера. И идет развитие. Вот видите? То есть яйцо. Это вот все остальные яйца 20 штук. У нас вот нормальные. Вот видите? Воздушная камера. Вот она. Всегда ставим воздушной камерой вверх. Все яйца. Здесь у меня вот эти три яйца. В одну сторону я положила. Что-то мне не очень нравится. Такой слабенький. Видите? Ну, посмотрим еще. Сейчас фонарик включу. Лампу хотя бы вот так вот. Вот. В общем, вот эти три яйца. Я их отложила отдельно, специально. Они, вот я сейчас показала, не очень мне понравилось. Остальные как бы все хорошие. Я переложила в такие коробочки, что потому что, ну, неудобно. Надо еще, буду приобретать инкубатор, как бы, немного более профессиональный, чтобы побольше туда входило яиц. Вот. И чтобы были ячеечки, куда вставлять яйца. Потому что зажимать, пробивать чем-то там их, это неудобно. Они все разных размеров. И можно, я вот в прошлый раз свои башкирки-пекинки влупляла. Я так зажала, что у меня лупнуло яйцо. Вот. Все обязательно проверят, чтобы воздушная камера была наверху. Зажала я вот этот вот, видите, электронный, что у меня сразу здесь будет. Если его так положить, он туда-сюда кататься во время поворота механизма. И у меня хорошо видно будет через такую пленочку, хорошо видно будет пока влажность и контролировать. Сейчас включаем поворотный механизм. Здесь вот очень легкий, тут все популярно вот написано. Видите, поворот. Нажимаем и держим. Ну, пошел поворот. Если надо повыше, пониже, мало ли вы ложите. Вот раз нажали, ну это вот так, сейчас в другую сторону. Вот на нужную на раз, раз, раз. Прибавляем раз, раз, видите. То есть, как бы, можно на нужную, вот если вы закладываете яйца, их же ложить немножко надо под углом, чтобы они лежали вот так вот. И приставляете. Ну это, если вам так надо. Если вы не... Я вот, у меня цыплята, курочек вывели из таких коробочек. Ну снизу в коробочке я делала дырочки, чтобы была циркуляция воздуха. Так что вот, здесь у нас, видите, написано, нету точечки. Значит, сейчас мы включаем, включаем поворот. Все, пошел поворот. Вот эта стрелочка здесь должна зажечь-то, такой красненький, вот, над моим пальчиком и лицейф про 7. И сзади точечка, это включается поворотный механизм. То есть, он сейчас будет туда-сюда крутиться. Вот, у меня градусник стоит, чтобы он не болтался, а то меня все пугают, когда начинает он болтаться, кататься туда-сюда. Я его вот так вот закрепила. Сейчас мы закрываем. Воду я проверила. Все, с завтрашнего дня у нас пойдет второй этап развития. Осталось из 51 яйца зимнего, как бы, тоже вот они начали у нас снестись неожиданно. Подарок нам сделали на Новый год. Ну, хоть я обрадовала, что у нас снесутся. А то у нас первые, прошлые, в феврале, когда я купила уток мускусных в семейку, якобы одного селезня и трех уточек, у нас оказалось, выросли одна уточка и три селезня, и уточка у нас была больная. У нее что-то с яйцеводом, она началась снестись, яйца какие-то мягкие, то вообще это самое. И так она и не не слать, она от всех убегала. Раз она убегает, вот я хочу сказать, если утка убегает от селезня, значит у нее какая-то проблема. Сразу ее, если она, конечно, не созрела, и она убегает, то да, конечно, она молодая, селезень может ее испортить. Но если она уже соответствующего возраста, что должна даваться селезню, и она от него убегает, не дается, то, конечно, эту утку надо убирать. У них, потому что бывают проблемы с водами, они как-то не открываются там. Это вот на птицефабриках, на фермах, птицефермах, у них идет отбраковка, они как-то там это умеют проверять. Мы это не умеем, мы только вот таким кустарным способом смотрим, как себя ведет утка. Вот. И получается так, что у нас остался из всей партии вот один хороший селезень, который сейчас у нас произвел потомство. Вот. Но так как были сильные морозы, яйца у нас, видите, все-таки подморозились. Но какие-то лежат. Я перед этим у меня или до, здесь вот сейчас будет в этом же видео, я вставлю, или после яйца, да, наверное, до у меня, где проверяла яйца из-под мускусных уток, которые сидят в гнезде. Как бы развитие идет и хорошо. Они хорошо сидят, добросовестно, уточки. Ну, три уточки на одном гнезде, ну что я поделаю. Ну, ладно. Мы такие хозяева и вовремя им клетки, эти гнезда не сделали, но они все равно нашли выход из положения. Утят, конечно, мы будем вынимать из-под них, как только будут появляться, потому что все равно там еще холодно и как бы грязно. Мы утят вынем, потом уткам отдельным сделаем отсеки, и там чистенько будет, и посадим к уткам утят, чтобы они... Я их не буду сама выращивать. У меня утки будут сами выращивать утят. Вот даже вот эти, я не знаю, даже вот эти яйца, если у меня еще одна утка хотя бы какая-то сядет на гнездо, вроде у меня белая садится на гнездо. Вчера муж ночью посмотрел, когда мы приехали, он зашел, я говорю, иди ты, потому что они уже меня, мой голос и запах мой знают, даже запах они чувствуют. Они начинают, раз я пришла, значит, я принесла кушать им. И они начинают скакивать и меня встречать. И он ходил, посмотрел, сидит, говорит, белая уточка на гнезде. То я, конечно, если она сядет, я постараюсь какие-то вот эти яйца, которые уже начнут вылупляться, я их подложу к утке. Попробую хотя бы штучек пять подложу, посмотрю, как утка будет принимать их. Ну, не знаю как. Посмотрим, экспериментируем. Мы, как бы у нас с февраля пошел второй год, как мы мускусных уток держим. Очень строго не судите, очень мало информации. Как бы показывают, да, хорошие, все такое, сами то да все. Показывают ли это, как его выводят. Но сам вот этот процесс, как это делается, какие-то нюансы у нас же всегда же какие-то. Тут у меня начали нестись 31 декабря, сидят парники пока. Мы так вот не успели там ничего сделать и как бы в планах-то у нас тут строительство. Мы то не знали, получится, не получится. Вот первая партия уток у нас как бы неудачная была, мы купили эти мускусные. Поэтому как бы строится, мы отстроимся, а потом ничего не получится. Поэтому как бы это у нас все экспериментально. Если у нас все хорошо будет получаться, мы, соответственно, отстроимся, сделаем благоприятные условия. Вот у нас так вот мы с мужем решили. Уточки у нас тоже под нас подстроились, вышли из положения, сели на одну внизу, до трое. Раз мы такие вот, как бы там все равно, ну прохладненько внизу. Наверху-то 10, а внизу-то может градуса 8. Но яйцо горячее. Я хочу приобрести электронный градусник, который датчиком, есть такие, знаете, вот датчиком светишь на яйцо, и он у тебя показывает, сколько температура вот этого, например, яйца. Вот я хочу такой приобрести, чтобы контролировать, насколько, ну, Дуняшенька моя хорошая, насколько вот температуру на расстоянии, чтобы не открывать, например, что-то, там через дырочку сунул и проверил через какую-то. Ну все, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Не судите строго. Мы новички. Будем рады каким-то советам, подсказкам. Я получаю очень много советов и подсказок, но извините, просто я не могу ответить из-за того, что у меня, я уже объясняла, грузится у нас, мы на даче находимся, интернет мобильный. Очень долго грузится. И если что-то грузится, я не могу ничего печатать или писать, отвечать. Оно зависает. И поэтому, как бы, я обязательно на все вопросы отвечу. Огромное спасибо. Я все читаю, все комментарии, делаю выводы и обязательно вам всем отвечу. Огромное-огромное спасибо тем, кто принимает участие в нашем реалити-шоу. Дачного новичков. Личного подсобного хозяйства. Огромное спасибо. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. С вами ЛПХ. Аленка. Город Ярославль.